Приветствую вас, прочитал ваш вопрос и, собственно говоря, прочитал ответ как коллеги. Очень, знаете ли, мне импонирует то, что вам написал эксперт в виде. В данном случае она прямо предельно точно дала вам весь объем информации по вашему вопросу. Вот, даже вот так вот и добавить что-либо сложно, но я тем не менее все же попытаюсь это сделать, ну просто потому что вы же пришли сюда мне за дублированием ответов, а все-таки за рекомендациями разных специалистов. Вот, с моей стороны, я предложил бы вам для начала, вот если говорить о том, вот вы спрашиваете, да, почему так происходит, я бы для начала обратил бы ваше внимание на то, как давно это происходит. То есть, вот, почему так происходит? Это вопрос немножко другой, это вопрос немножко отдельный, а вот как давно это происходит, это та же, она вопрос повочнее. Потому что, если, например, муж так делал всегда вас, если ваш муж всегда так-то вступал, да, то есть всегда выпивал-выпивал, всегда как-то вот любил алкоголь и злоупотреблял, скажем так, алкоголем, то это, конечно, одно. И здесь вот такой вопрос, ну вот вы почему согласились на то, чтобы быть с ним, вы почему раньше не придавали этому значения, а теперь получается, теперь получается, предаете, да? То есть, вот, вот, некая такая, получается, смена ваших приоритетов, вот, ну, в данный момент и, на мой взгляд, это не является чем-то правильным и требует того, чтобы вы сами для себя постарались определить аванты. Вам-то, собственно, что нужно? Вы-то, собственно, чего хотите? Если вам неприятно, что ваш муж выпивает, я могу это понять, но вы ждете от него, что он не будет это делать? Ну, ладно, раньше все устраивало, если я правильно понял, а теперь перестало все устраивать. Значит, что, что это значит? Значит, что-то изменилось, что-то поменялось, что-то стало, скорее всего, как-то хуже. Что-то стало действовать, что-то стало меняться в не лучшую сторону, вот так вот, можно говорить, да? И с этим нужно разбираться, почему так произошло. То есть, причина. Это первое и, наверное, самое главное, да? То есть, как давно ваш муж употребляет алкоголь? Далее, если мы говорим с вами о том, значит, почему и вас обвиняют, если мы с вами говорим об этом, то, ну, здесь, ну, можно сказать, что, во-первых, человек знает всегда в глубине души, что поступает как-то вот неправильно, как-то вот не достойно и знает, что, в общем-то, употребление алкоголя, ну, не является каким-то, знаете, таким хорошим поступком, да? Вот. И, соответственно, у него внутри есть постоянное чувство осуждения. Оно, это чувство может быть подавлено, оно, это чувство может быть скрыто, оно, это чувство может себя не проявлять до определенного момента. Но, как правило, как правило, чувство осуждения всегда есть. И ваш муж знает, что то, что он делает, не есть хорошо. Ваш муж знает, что то, как он себя ведет, то, какой он делает выбор, это не одобряемое поведение, из-за этого у него возникает конфликт, то есть его собственные желания, его собственные потребности, которые, судя по всему, правильным образом не удовлетворяются, опять же, из-за того, что определенным образом складывается его жизнь. В результате фрустрации мужчина начинает употреблять алкоголем, то есть убегать от проблем или желать того, чтобы его пребывание в, скажем, ну, в мире, где есть алкоголь, алкогольное опьянение было больше, это, опять же, такой вот, его, это выбор человека, тоже нужно понимать, вот, и в результате он, как бы, знает, что вы от этого не восторгли, он знает, что вам это неприятно, он знает, что вы не одобряете его, и подсознательно он уже, как бы, ждет того, что, собственно, вы будете его осуждать. А обвинение, если мы говорим именно про его, его отношения к вам, да, то есть именно вот, если мы говорим конкретно про обвинение вас, то обвинение это на самом деле просто-напросто определенная проекция, это определенная проекция своих проблем, перенос своих проблем на вас, по сути дела. То есть это ни в коем случае не относится к вам напрямую, именно вот напрямую к вам это не относится. Это перенос на вас своих проблем, ну, то есть, например, перенос своей неудовлетворенности, например, на вас, перенос своих нереализованных желаний, опять же, на вас, и так далее. То есть ситуация здесь, на мой взгляд, вот именно такова, что не стоит воспринимать подобные обвинения, ну, как таковые, да, то есть реальные. Потому что, как таковые, как таковые, эти обвинения лишены всякого вообще смысла, всякого вообще основания их к вам не относится. Ну, то, что у мужчины есть определенные проблемы, и то, что он эти проблемы решить не может, это вот совершенно очевидный факт, и не имея возможности решить свои проблемы, мужчины просто-напросто на вас это вот как-то переносит, и в результате получается так, что вы оказываетесь виноват. Как себя стоит в этой ситуации вести? Ну, здесь я, наверное, ненамного отклонюсь от того, что вам уже сказал эксперт Лидия, и скажу, что с пьяным человеком, с человеком-пребывающим в состоянии алкогольного опьянения не стоит вступать в какие-либо дискуссии, не стоит вступать в какую-либо вообще поведеннику, потому что это абсолютно никакого смысла не имеет, только вы себя накрутите, и его будете настраивать опять же против себя, причем абсолютно без какого-либо смысла и без какого-либо эффекта для себя. Здесь нужно выждать, а после попытаться понять, что именно мужчину беспокоит, что именно мужчину угнетает, что именно мужчину подавляет, и постараться дать ему именно то, постараться дать ему именно то, что ему не хватает. Опять же, это происходит через анализ вас, Потому что с большей долей вероятности можно говорить о том, что мужчина не захочет с вами обсуждать тем тему того, что ему, например, не хватает, тем того, что ему, например, нужно и так далее. Ему не позволится сделать это гордостью. И чтобы проблему решить, придется вам анализировать самостоятельно то, что его беспокоит, то, почему и как его беспокоит, ну и так далее. Вот это, на мой взгляд, является ключевым фактором. То есть, чтобы вы не ждали того, что он обязательно как-то вот что-то там вам сделает, чтобы вы не ждали как-то того, что он пройдет вам навстречу и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот, чтобы вы этого не ожидали, чтобы у вас не было этой потребности ожидать. Вам нужно саму здесь найти, постараться найти, по крайней мере, значит, ну, постараться найти его потребности, его какие-то вот проблемные сферы и постараться вместе с ним их решить. Я полагаю, что именно так вам и следует поступать. Ни в коем случае не ругаться, не ссориться, ничего этого делать не нужно. В этом нет ничего, сколько-нибудь правильного. Ну и больше привлекать мужчину к духовной жизни с вами, стараться делать его пребывание, его существование как можно более приятным, веселым и так далее. Для, опять же, того, чтобы человеку меньше хотелось употреблять, например, алкоголь. Но это, опять же, зависит здесь от вас, то есть, как вы сможете все это сделать, как вы сможете все это преподнести. Кроме того, если у вашего мужа вдруг действительно имеется алкогольная зависимость, то есть, он употребляет алкоголь довольно часто, то в таком случае ему требуется обратиться уже к врачу-наркологу, потому что его организм требует детоксикации. И детоксикация, она проводится в клинических условиях, потому что, ну, в противном случае, человека просто можно потерять, то есть, он может смирить при детоксикации неправильно, при детоксикации неверно. Вот, но это, опять же, на ваших плечах все, к сожалению, ложится. В смысле, действительно, нужно поговорить, сказать ему, что вам это не устраивает, не устраивает, что он выпивает, когда выпивает, выпивает, он вас обвиняет, то есть, он может сказать ему, что, ну, если ты хочешь пить, пей, пожалуйста, но только не обвиняй меня в каких-то своих проблемах, да. Вот. Также, очень важно следующее. То вы говорите, что я занимаюсь с детьми, сама вообще не пью и не гуляю. То есть, такое впечатление, что только кроме детей у вас больше ничего нет. А как же личная жизнь? Как же какие-то хобби, развитие друзья и так далее? Какие роли, помимо роли жены, вы еще занимаетесь? И занимаетесь ли, и если нет, то почему? И это нужно. Вам нужно быть кем-то помимо жены и помимо матери. Это необходимо, потому что вы, скорее всего, ну, чувствуете, так сказать, комплиментарное чувство по отношению к своему мужу. Да? То есть, он нас обвиняет, вы чувствуете вину за что-то. За что-то. Скорее всего, вы чувствуете вину перед собой. Скорее всего, вы, вам обидно, что он нас обвиняет, да, в этом. Потому что вы и так надрываетесь, вы и так от всего отказываетесь, да, от употребления алкоголя, от гуляния, от еще каких-то развлечений ради детей, а он вас еще обвиняет. И возникает вопрос тогда, как вы сами реагируете на это обвинение. Что в вас эти обвинения вызывают? Какие реакции? И почему? И если вам действительно обидно, что вас как бы не оценили, вас как бы не поняли, вас как бы не цели, то тогда логично будет задать вопрос. А для чего вы сами это все делаете? И правильно ли вы делаете, раз у вас не влюблевлевлоренство? Проверяется, что и у мужа, и у вас есть у обоих различные потребности, которые обошли на второй план, когда вы создали семью, но сейчас они вновь дают о себе знать, вы пытаетесь на них не обращать внимание оба, и из-за этого возникают трудности. Там все на потребности, на взгляды свои, на какие-то важные вещи, внимание обращать нужно обязательно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Помогу, вам рекомендуется личная консультация с психологом по поводу семейных проблем, по поводу моделей вашего поведения, как жены, как женщины, как человека. И рекомендуется консультирование по поводу мужа, чтобы понять, что с ним происходит, какие у него проблемы. В зависимости от ваших проблем, там уже более конкретно будет подобран мер в работе, в зависимости от проблем мужа, но тут тоже будут свои варианты. Выбирайте секунду, если вы действительно хотите решить свою проблему и гармонизировать с ним, и начинаете работать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!